МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии телекомпания Надежда Трифонова. И рядом со мной депутат Совета депутатов Матищинского района, заслуженный учитель Российской Федерации Надежда Васильевна Беликова. Здравствуйте, Надежда Васильевна. Добрый день, уважаемые мытищенцы. Надежда Васильевна представляет интересы жителей 18 округа. Также она является председателем постоянной депутатской комиссии по образованию. Эту тему мы затронем чуть позже, потому что накануне нового учебного года она очень актуальна. Но начнем с вопросов, с тем, которые интересуют сегодня жителей 18 округа. Итак, Надежда Васильевна, какие задачи сегодня ставят перед вами ваши избиратели, и что их больше всего волнует сегодня? Вы знаете, наверное, специфика деятельности определяет те вопросы, которые задают избиратели. Одним из основных вопросов является обеспечение детишек местами в детских, дошкольных, образовательных учреждениях. Второй вопрос, который в этом году стал особенно острым, это обеспечение детей местами в школах. Так, например, 16-й микрорайон. Домов много, а образовательного учреждения пока нет. Для них определена школа номер 26 и по возможности школа номер 31. Возьмем микрорайон рядом с крупным торговым центром Красного Кита. Дома растут красивые, большие, многоквартирные. А образовательного учреждения, школы и детского сада в этом микрорайоне нет. Поэтому дети пойдут в другие микрорайонах, в образовательные учреждения. Что касается 16-й школы, то она очень сильно переполнена и так теми домами, которые находятся вокруг нее и закреплены за ней. Что касается 14-й школы, там дела более благополучные по наполняемости. Но для того, чтобы попасть, надо перейти Новомытищинский проспект, то есть одну из самых оживленных улиц нашего города. Родители с большим удовольствием, наверное, хотят. Совершенно верно. И поэтому они приходят за советом поговорить, посоветоваться, в какую школу можно устроиться, какие права у них, какие обязанности с нашей стороны, для того, чтобы все детки 1 сентября могли пойти в школу с удовлетворением тех запросов, которые ставят перед нами родители. Кроме того, очень острым, несмотря на все проделанные действия, остается такой вопрос, как благоустройство. Многие микрорайоны 18-го округа уже благоустроены. И газоны, и сделаны маленькие заборчики, и восстановлены детские площадки. Но, конечно, не везде. И поэтому вот этот вопрос остается у нас таким вот острым и как бы нерешенным пока. Очень важной проблемой, которая стоит перед нами буквально за все годы, которые я являюсь депутатом, это продолжение улицы Юбилейной. От развязки Сукромкой до Благовещенской. Вот этот небольшой участочек, который является центром нашего микрорайона, такие красивые дома, такие красивые дворы. А вот эта улица неблагоустроена. Нет освещения, нет тротуаров. А движение очень большое. И поэтому, конечно, вот эта проблема продолжения улицы Юбилейной стоит очень остро. И вот какой бы встречу ни проводила, сразу этот вопрос. И хотя в средствах массовой информации, значит, городское поселение Мутища уже показало нам планы решения этой проблемы, но пока она тоже только на бумаге. Много заседаний проводилось. Но только на бумаге. И поэтому вот проблема улицы Юбилейной, она, конечно, одна из основных. У вас проблемы удается решать, насколько их быстро и сколько приходится, наверное, сил затрачивать на решение проблем. Я так смотрю, в общем-то, все такие глобальные вопросы, и, наверное, трудно с ними справляться. Здесь, знаете, в чем сложность? Сложность заключается в том, что у нас существует на территории района несколько советов. Городские поселения, три, и совет районный. И у каждого есть своя компетенция. И когда приходит избиратель, ему же не скажешь, что, простите, пожалуйста, жилищно-коммунальное хозяйство в нашу компетенцию не входит. Правда, тогда зачем ты принимаешь, зачем ты здесь сидишь? Поэтому приходится, эти вопросы решаются дольше и сложнее, потому что они идут через обращение в городское поселение Мытища. Но взаимодействие есть, да? Да, взаимодействие, конечно, существует. Надежда Васильевна, вот у каждого депутата есть средства, которые он тратит на наказы избирателей. На что вы планируете или уже потратили эти деньги? Вы знаете, значит, ну, во-первых, существуют обращения, да? Во-вторых, конечно, обязательно за все годы своей работы мы выделяем деньги на помощь ветеранам. На помощь ветеранам-педагогам. Для того, чтобы поздравить их и с Днем Победы, участникам Великой Отечественной войны, и с Днем Учителя, скоро этот праздник в октябре мы будем отмечать, обязательно надо сказать доброе спасибо тем, кто, в общем-то, проработал много-много лет в школе и тем, кому мы обязаны нашей счастливой жизни. Кроме того, конечно же, деньги выделяются образовательным учреждениям. Это и детские сады, это и школы, ну и, конечно, родная 27-я не остается в стороне. Ну, а круг трат этих средств у нас ограничен. Это отдельная часть библиотек, это здравоохранение и образование. То есть на другие нужды мы деньги тратить не можем. Надежда Васильевна, совсем скоро, 31 августа, мы будем отмечать День района и города. И в числе прочих торжественных мероприятий еще запланировано поздравление двух граждан Матищинского района, которые получат почетное звание гражданина Матищинского района. Один, кстати, из них ваш коллега, да, это Фаина Гуськова, заслуженный учитель Российской Федерации. И второй претендент, это заместитель главы администрации городского поселения Пироговский Нина Шамагина. Но прежде вы, депутаты, одобрили эти кандидатуры. Расскажите, пожалуйста, каким было обсуждение и как были настроены депутаты? Вы знаете, вот этот вопрос вызвал у нас и у меня конкретно очень большую радость. Что касается кандидатур, то здесь не было никаких споров. Потому что, например, Фаина Тихоновна Гуськова, она была начальником управления образования в самые тяжелые 90-е годы. И несмотря на то, что финансовая сторона в то время была очень сложной, система образования не только не ухудшила свою работу, а наоборот. Появился новый центр МСОУ для детей с особыми сложностями в здоровье. Появился центр психологической реабилитации ребенка, что является очень важным для психологического сопровождения детей. Кроме того, были построены такие школы, как третья школа, 14-я, наша 27-я, 10-я. И, конечно, организовать работу такого крупного объединения довольно сложно. И везде чувствовалась рука, поддержка Фаина Тихоновна. Поэтому мы от всей души поздравляем вас, дорогая Фаина Тихоновна, с присвоением этого для нас высокого звания. И когда один из членов депутатов сказал, что, наверное, сегодня в связи с экономической обстановкой это звание надо отменить, то, знаете, мы все проголосовали с одним воздержавшимся... Ну да, вот я помню, был один воздержавшимся. Да, с одним воздержавшимся. Что все-таки мы должны уметь говорить спасибо за добрые дела людям, которые все свои силы отдают процветанию нашего района. Поэтому мы голосовали все за этих людей. Я с вами полностью согласна, что да, спасибо, надо у меня говорить за дела, которые, вот они осязаемые. Надежда Васильевна, мы никак с вами сегодня, видимо, не уйдем от темы образования. Мы все время к ней возвращаемся, потому что, видимо, это все уже в воздухе витает при вкушении нового учебного года. На днях депутатская комиссия обследовала учебные учреждения на предмет готовности их к новому сезону, потому что летом у нас традиционно проходит ремонт учебных заведений. Ну, только, наверное, не обследовала, а ознакомилась, да, и смотрела готовность. Вы можете рассказать о результатах этой проверки депутатской? Конечно. Значит, по окончании каждого полугодия в Совете депутатов обязательно подводятся итоги исполнения бюджета за первую часть года. И вот в июне у нас состоялось такое заседание, когда подводились итоги первого полугодия. Что касается образования, то бюджет исполнен примерно на 48%. Если сравнить с прошлым годом, то истрачено средств на где-то на 249 миллионов больше. Это на 21% больше, чем за этот же период в прошлом году. Но если посмотреть на исполнение других программ целевых ведомственных, как, например, капитальный ремонт и градостроительство, то он был исполнен только на 0,8%. И хотя администрации были предоставлены четкие объяснения такой причины, такой позиции, потому что оплата осуществляется в соответствии с условиями заключенных контрактов. И основные платежи по исполнению работ пойдут позже. Но, тем не менее, комиссия по образованию и комиссия по строительству, которую возглавляет Иван Данил Джук, все-таки в план работы внесли посещение конкретное и дошкольных учреждений, и школ по исполнению программы. И вот в июле, значит, первая выездная такая комиссия посетили пять дошкольных учреждений, которые должны будут быть введены в этом году, в 2013-м. Значит, детские сады, проекты этих детских садов, в общем-то, нас просто поразили. Они настолько интересны, настолько красивы. Это в районе Цветочного города, это Октябрьский проспект, в районе Шараповки, да, и дальше на Колпаково. То есть такие они красивые, интересные. Вот, очень много средств в них заложено на внутреннее убранство, на закупку мебели, игрушек, оборудование, которое сегодня необходимо в детских садах. Все идет по графику. Ну, вопросы возникли у нас только по детскому саду на Пролетарской Победе, где работы велись, скажем так, ну, более медленными темпами. И на наш взгляд, а там присутствовали строители среди наших депутатов, работы должны вестись более активно. И в микрорайоне номер 16 детский сад, где не совсем были согласованы действия организации ПИК-регион и подрядчика. То есть вот из-за этих несовмещений приходится сначала строить, потом что-то изменять в том проекте, который есть. А вот на микрорайоне Шараповский детский садик, там, по-моему, 26-й, нет, номер не помню, но там не только сам детский сад очень красивый и смотрится, как теремок, но и вокруг совершенно изменил двор, внешний вид. Вот здесь, знаете, комиссии как раз все присутствующие отметили, что здесь четко видна работа между городом и городским поселением. Район, он производит все благоустроительные работы внутри этого забора, территории детского сада. А уже за забором это территория, где должны проводить работы городское поселение. И поэтому вот совместная работа, тут посадили кустики, здесь, здесь такое покрытие на площадках и около домов такое же покрытие. Такие же детские, скажем так, снаряды стоят. Да, поэтому вот район становится, микрорайон становится таким красивым и интересным. Это же мы отмечали и в цветочном городе, когда для того, чтобы вокруг территории детского комплекса была очень красивая и интересная, вы знаете, и мостик реконструировали очень красивый, и благоустроят до конца берега реки Яуза, чтобы был красивый вид. Поэтому садик очень органично входит в план вот тех застроек, которые осуществляются. И это мы отметили как очень положительный факт. И в связи с этим хотелось бы сказать следующее, что вот мы посетили детский сад номер 33, это на Дружбе. Там сейчас строится второй корпус. В результате получится детский комплекс на 220 мест, что, наверное, очень хорошо обеспечит эту территорию местами в детских садах. Территория первого корпуса удивительно красивая. Территория второго комплекса будет такая же, как нам говорят, и потом их соединят единым переходом. Но как только выходишь за ворота на территорию Дружбы, дороги без тротуаров, разросшиеся деревья, которые падают и закрывают проезжую часть. Дальше нет совершенно устроенных мусоросборников. То есть мусор, где положили, там он лежит вот этими кучками. Поэтому, конечно, будем обращаться в городское поселение, чтобы и здесь вот этот наш красивый детский комплекс был органично вписан. Ну и украшал вот микрорайон Дружба, чтобы безопасно можно было подойти к детскому учреждению. И такая своеобразная компенсация жителям окружающих домов за, в общем-то, неудобство. Потому что стройка всегда очень выводит из равновесия рядом, которое под окнами идет. И вот 26-го буквально на днях мы совершили второе выездное заседание комиссии по образованию и строительству. И здесь уже мы смотрели больше школы. По школам. Да. Как используются те средства, которые были выделены на капитальный ремонт, текущий ремонт, приведение в порядок определенных образовательных учреждений. Что хочется отметить, что замечательно выполнена крыша в школе номер 27, в Поведниковской школе. Что поставлены очень красивые заборы вокруг гимназии номер 1, вокруг школы номер 7. Что облагораживает территорию и, самое главное, создает безопасную зону для детишек. Ведь у нас есть группа продленного дня, у нас есть уроки физкультуры, которые проходятся на улицу. И поэтому вот это ограждение, оно создает определенные условия для безопасных занятий на территории школ и детских садов. Но в то же время были сделаны и замечания. Например, школа номер 9, где должны были заменить забор, там рядом проходит трасса с большим движением. И сделать совершенно новую, очень красивую спортивную площадку. Работы не выполнены. Поэтому я даже не знаю, как можно запустить детей, когда и мусор строительный, и вот эти площадки, и этот сырой бетон. Как все это будет? Очень трудно сказать, но мы об этом уже сообщили. Кроме того, школа номер 14. Три подрядчика сменилось по выполнению работ, но, тем не менее, сегодня на 20% проведена замена оконных блоков. А основная работа осталась на эту неделю. Но обещали, что и увеличат количество бригад, и что сегодня должны завести все рамы, которые идут по договору. И к 1 сентября работа будет выполнена. Мы очень на это надеемся, потому что, конечно, проводить работы при присутствии детей, это всегда очень сложно и небезопасно. Но эти вопросы, они находятся под контролем, я так понимаю. Да, совершенно верно. Администрация обязательно отслеживает этот вопрос, и поэтому я думаю, что все будет выполнено. Надежда Васильевна, сегодня вопрос номер один, это очереди в дошкольное учреждение. Вы вопросом этим интересуетесь, отслеживаете его, как вот сейчас дела обстоят? Вы знаете, у нас существует программа по решению этой очень важной задачи. И вот, как я уже сказала, только в этом году будут пущены 5 детских садиков в разных микрорайонах нашего города для того, чтобы приблизить детский сад к месту проживания. Вот, садики будут построены, большие садики, в основном это крупные до 220 человек детей. Но что хочется сказать, что программы реализуются, средства выделены, садики вводятся строго по графику. И вот сейчас, к 1 сентября, как намечено, садики, так они и будут запущены и на Шараповке, и на Колпаково. Но здесь вторая проблема, и на мой взгляд, сегодня она даже самая важная. Кто будет работать в этом садике? Все стоят в очереди, все говорят, но ведь допустить на работу в детский садик людей непрофессионалов мы не имеем права. Сколько у нас много мам, которые имеют педагогическое образование? Вот у меня такая просьба. Если вы ищете работу, если вы хотите быть рядом со своим ребеночком, а это огромный плюс в жизни вашего маленького человечка, пожалуйста, приходите в управление образования, вам подыщут работу в садике, который будет непосредственно ближе к вашему дому, и мы сможем решить эту кадровую проблему. Потому что садики-то открываем, а кто будет работать там? Вот это очень большой вопрос. И сегодня у нас есть ряд садов, в которых на группу приходится только один воспитатель. То есть с 7 утра до 7 вечера. А работа у них идет с 7 до 2, до обеда. И потом второй воспитатель. И поэтому о каком качестве, о какой можем говорить, если один человек каждый день с 7 до 7. Поэтому здесь нужна помощь жителей нашего города. Пожалуйста, приходите. Мы ждем вас в замечательных детских садах, хорошо оформленных, укомплектованных. Но в детишек у нас недостатка нет. Надежда Васильевна, а как обстоят дела в школах? Вот вы говорите сейчас, когда говорили о своем микрорайоне, что существует проблема, куда отдать, в какую школу отдать ребенка. А в целом по району, что у нас с местами в школах и здесь, кроме ремонтных, строительной работы ведутся и планируются ли? Значит, вы знаете, я немножко не поняла вопрос о строительных работах. Я имею в виду по строительству школ. Это может быть... Школы у нас запланированы. Запланирована и в плане находится школа в микрорайоне как раз вот в карьере. Это недалеко от магазина «Красный кит». По программе... Шараповский микрорайон. А школ пока нет. И поэтому мы уже обращались и говорили о том, что мы подгоняем сейчас программу с садиками, но ведь эти дети пойдут в школу, и нам надо учесть, что увеличится количество детей. Вот. И поэтому, конечно, школы наши очень и очень хорошо заполнены. Если мы возьмем новую 31-ю школу, то она уже в том году работала на свою мощность. На полную. Да. Вот. И поэтому, конечно, в дальнейшем у нас появятся проблемы. И сейчас начинает появляться вторая смена, от которой с таким желанием мы избавлялись. Понятно. Надежда Васильевна, ну вот с этого учебного года у нас наконец-то нам объявили, что все школьники должны, обязаны прийти в форме. Как это известие восприняли в матичинских школах и учителя, педагоги, и как родители? Вы знаете, наверное, уже все истосковались по форме, особенно родители и педагоги. Потому что для педагогов видеть разношерстную группу ребят, да, и для родителей, которые не всегда могут обязать своего ребенка одеться так, как это следует. Вот. Сейчас появилось такое распоряжение, вот, но оно больше относится к предприятиям легкой промышленности, которые обязаны нас обеспечить этой формой. А каждая школа, каждый класс имеет право, посовещавшись, выбрать какую-то особенную деталь в модели, да, чтобы она отличала этот класс, эту школу от всех остальных. Поэтому, на мой взгляд, это замечательно. И если предприятия легкой промышленности обеспечивают нас качественной, интересной, модной, недорогой формой, то это будет великолепно. А мы уже за. И все же, школьная форма, так или иначе, это какие-то дополнительные траты. Вот для семей многодетных, малообеспеченных планируется, предусмотрена ли какая-то материальная помощь в этом вопросе именно? Что касается многодетных семей, то этим вопросом больше занимается отдел социальной политики. Если мы будем говорить об образовательных учреждениях, конкретно по школам, да, то здесь вопрос следующий. То мы должны и обязаны обеспечить бесплатным питанием детишек из многодетных семей. Обязательно. И вот если мы начинаем год 2 сентября, то где-то уже с четверга, а, наверное, со следующей недели это уже обязательно, начнут работать группы продленного дня, начнется горячее питание всех школьников. Поэтому задача школы вовремя выявить многодетных семей. Здесь требуется очень большая помощь от родителей. Для этого надо написать заявление и просто принести копию удостоверения многодетной семьи. И детям будет предоставлено бесплатное горячее питание. Если же семья оказалась в сложном материальном положении, она полная. И мама, и папа, и детишек там, скажем так, 1-2. Но ситуация бывает разная. Они могут обратиться в администрацию, написать заявление, предоставить те документы, которые нужно. И обязательно все эти вопросы решатся положительно. Я не знаю случаев, когда бы мы отказали семье в предоставлении горячего питания, если сложилась такая ситуация. Поэтому здесь надо хорошо сработать родителям, сразу обратиться к классному руководителю, подать заявление. И узнать, как решается этот вопрос. А школа поможет в этом. А по вопросам... Есть у нас фонд всеобучия, который имеет материальную помощь для семей. Но она не столь велика. Но тем не менее, ежегодно, в начале года и в конце такая помощь осуществляется. Но она очень ограничена, конечно. Надежда Васильевна, давайте в конце эфира расскажем о планах на ближайшее будущее. Может быть, прям 1-2-3 какие самые насущные задачи вы перед собой ставите, которые перед вами поставили ваши избиратели. И, наверное, озвучим, куда можно к вам приходить, если требуется депутатское внимание, депутатская помощь. Вы знаете, следующий вопрос, который необходимо рассмотреть и решить, это медицинское обслуживание образовательных учреждений. Совместная работа отдела здравоохранения и образование перед нами стоит. Ну, что касается улицы Юбилейной, то будем работать. Ну, как сказать. Вопрос, конечно, довольно сложный. Открытый вопрос остается. А вот в плане медицинского обслуживания вы что имеете в виду? Можно немножечко, буквально поподробнее? Дело в том, что сейчас по закону об образовании, который вступит в свою силу, но уже, как говорится, на него опираемся, должны принимать в учреждения, особенно в дошкольные детей, с трех месяцев, если есть такая возможность. Но у нас такой возможности нет, потому что длительный период времени просто таких не были востребованы. Но, тем не менее, ясельные группы, садовские группы, начальная школа в школе требует постоянного присмотра медиков за состоянием здоровья детей. И если раньше ребеночек подошел ко мне и сказал, знаешь, Васильевна, у меня болит голова, я могла достать таблеточку из сумочки, да, дать ребеночку таблеточку, сообщить родителям и решить этот вопрос дальше, как получится, то теперь уже из своей сумочки таблеточку я никакую не достану. Потому что каждый ребенок воспринимает лекарственные препараты далеко по-своему. И поэтому можно больше навредить, нежели помочь. Здесь нужны медики, да, которые будут присматривать за детьми. Вот. Организация питания должна идти строго под присмотром медиков. Проведение вакцинации. Не имеем права делать ни одной прививки, если ребенка не посмотрел врач. И вот хочется посмотреть и ознакомиться, какая ситуация у нас в районе. С этим вопросом. Да, потому что не секрет, что нет у нас, не хватает врачей, не хватает педагогов. Рядом Москва. И поэтому она, конечно, проводит... Немножко подкашивает это соседство. Совершенно верно. Но вопрос очень важный. Особенно в свете тех проблем, которые то и дело с детишками возникают. Ну, Надежда Васильевна, скажите, куда можно прийти вашим избирателям, если кто-то еще не знает? И по каким, наверное, динамам? Школа номер 27. Каждый второй и четвертый вторник. Мы принимаем по телефону, звонят, сообщают. И мы встречаемся по решению этих проблем. А время? Время с пяти часов. Хорошо, спасибо. Время программы «Диалог с властью» подошло к концу. Напомню, что сегодня в студии телекомпании была Надежда Васильевна Беликова, депутат Совета депутатов Матищинского района и заслуженный учитель Российской Федерации. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok